я уже не могу дождаться тебя напиши и мы с тобой встретимся или есть еще вот такое свободно для общения мальчики пишите это наисвежайшие сообщения из одного из телеграм чатов подмосковного одинцова то что подобных чатов полно для каждого города я думаю ни для кого уже не секрет но о том что там одни мошенницы знают похоже до сих пор не все надеясь там найти свою любовь ну хотя бы на вечер расскажите кратко что с вами произошло я приехал на встречу который познакомился с девушкой в интернете а этому 26-летнему романтику не повезло вдвойне он познакомился в чате с девушкой и она назначила ему встречу в одинцово он примчался только вместо красотки его там ждали вот эти три товарища поначалу они были вежливы и пообещали отвезти парня к девушке но на своей машине по переписку что этот человек должен был меня отвезти к ней на встречу сколько мужчин было ну как я понимаю меня сначала один встретил мы как я сел там все это все это произошло за минуту и все колец болт в итоге эти трое отвезли его в автосервис где издевались над ним и избивали человека из били в том-то и дело что они не просто побили парня а издевались над ним и снимали все это на видео зачем а чтобы опозорить перед близкими если он вдруг все-таки осмелится и пойдет в полицию меня угрожали сначала к не пристали с пистолетом с отекой и хотели меня убить сначала все это они сняли на камеру зафиксировали для чего они фиксировали на камеру я против на себя как бы говорил чтобы я никому не сообщил об этом в итоге парень отдал им 33 тысячи которые у него были с собой ему сказали что этого мало и надо еще сто или они распространяют то самое видео он начале отправился собирать эту сумму но потом передумал я решил и взял себя в руку и обращался в полицию то есть по их слову то что у них я не такой как бы не первый человек который попал полицейские моментально задержали всех троих при обыске в автосервисе были найдены отвертка пневматический пистолет документы и деньги потерпевшего сейчас разыскивают остальных потерпевших есть вероятность что их немало а